Добрый вечер в эфире газета на ТВ. Читая свежий номер правды Севера, трудно не обратить внимание на статью под названием «Семьям с особыми детьми в Архангельской области обещают помочь». В материале рассказывается о реализации в нашем регионе федеральной программы «Право быть равным». Подробности узнаем у автора статьи журналиста «Правды Север» Натальи Порохневич. Сегодня она у нас в гостях. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы начать беседу с цитатой из вашей статьи. «Цель программы – организация системной помощи, абилитации и реабилитации детей инвалидов и детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. Соглашение о сотрудничестве и выделении денежных средств на реализацию программы подписали правительство Архангельской области и фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Наталья, давайте расскажем телезрителям несколько слов об этом фонде, чем он занимается и каково его предназначение. Ну, на самом деле, фонд создан в 2004 году по указу президента. И основная его функция, основное его назначение – поддерживать социально ориентированные проекты, которые направлены на поддержку семьи. То есть, в принципе, само название фонда и говорит о его предназначении. Архангельская область участвовала, как и все, на конкурсной основе. И, насколько я знаю, пройти вот этот отбор было непросто. Ну, по всей видимости, да. По крайней мере, в Министерстве подтвердили, в Министерстве труда, занятости и социального развития подтвердили именно такую информацию, что им было непросто. Но все-таки они заявились, поучаствовали и победили. Поговорим о самой программе с Вашей точки зрения. Какие позитивные изменения ждут детей с инвалидностью, их родителей? Что принесет реализация этой программы в нашем регионе? Начать надо с того, что вообще то, что эта программа появилась, это большой плюс для Архангельской области. Потому что речь-то идет именно о детях с инвалидностью, об особых детях. Вот. Внимание которым нужно всегда. То есть нужна не только эта программа, нужна масса еще программ. Ну, то, что появилась эта программа, замечательно. То, что какие изменения ждут, ну, на мой взгляд, вот самое такое глобальное изменение, то, что появится сопровождение семей. Сопровождения до этого не было. Хотя категория, в общем-то, такая сложная и тяжелая, но сопровождения семей не было. Сейчас появится. Появится кратковременный присмотр. За ребенком. То есть такая услуга. Если, допустим, мама обратится, мама, имеющая ребенка с инвалидностью, с тяжелой инвалидностью, да, это вот особенно актуально для тех деток, у кого тяжелая инвалидность, обратиться в соцзащиту, в комплексный центр по месту жительства, попросит, чтобы к ней на дом приходил социальный работник, такого сотрудника ей обещают выделить. Ну, насколько мне известно, в Архангельске сейчас только одна семья, семья Натальи Алистаровой, ее дочка Лера, вот они имеют такого социального работника. Пока. Пока, да. Ну, возможно, все будет меняться. Возможно, все будет меняться, но вот мы тоже разговаривали с родителями, обсуждали с родителями эту программу. То есть когда вышла статья, у нас было много звонков от родителей. Звонили лично мне, говорили о том, что очень многого родители ждут от того, как именно будет прописана услуга предоставления этого кратковременного присмотра. Потому как если речь будет идти только о двух, о трех часах, то, наверное, этого немножко недостаточно. Тем более, если будет речь идти о двух, трех часах в неделю. Поэтому здесь нужна именно адресность, чтобы на каждую семью, скажем так, проблемы каждой семьи, ведь много семей, у каждой особой семьи свои особые проблемы. Надо, чтобы именно исходили из потребностей семьи. Ну и судя по откликам, в такой услуге нуждаются многие семьи. Это очень востребованная услуга. Вот та же Наталья Алистарова, которая, помимо всего прочего, помимо того, что она мама особого ребенка, имеющего множественные нарушения развития, она еще и возглавляет региональную организацию Аргемоз. Это родительская организация как раз для таких детей и родителей. Она в прошлом году, да, в прошлом году проводила исследование и опрашивала семьи. В исследовании принимало участие 200 семей, вот особых семей. И где-то 70% из всех опрашиваемых, это вот именно были тяжелые дети. И они сказали, что эта услуга самая востребованная. То есть не надо досуга, вот надо вот это вот сопровождение, кратковременный присмотр. Ну, то есть, скажем, это номер один, да, то, что предусматривает программа, а что еще она предполагает? Ну, насколько я поняла, вот, читая эту программу, там есть такой хороший позитивный момент, это прокат реабилитационного оборудования. То есть сейчас, допустим, вот тот список технических средств реабилитации, который существует, он не включает в себя все необходимые приспособления, средства, которые, в общем-то, нужны семье. И если учесть, что, допустим, опять же, если семья с тяжелым ребенком, а в основном по статистике это одна мама, да, то есть, естественно, мама не может работать, потому что она сосредоточена на ребенке, естественно, доход небольшой, и купить самостоятельно вот эти средства реабилитации она не может. Речь, допустим, идет о том же стульчике для кормления, который стоит 20 тысяч за облачные деньги. Поэтому вот внесение в этот список, который, в общем-то, тоже был по просьбам родителям сделан, вот таких дорогостоящих средств реабилитации, это хорошо. Но вот мы разговаривали, когда в министерстве, когда я брала интервью, это, в общем-то, первый шаг. Мы надеемся, что это первый шаг. Я надеюсь, родители надеются, потому как вот даже в этот список, вот в этот, который новый, не вошли такие дорогостоящие, такие нужные средства реабилитации, например, подъемники. То есть большая проблема, чтобы с ребенком, с больным просто выбраться на улицу, преодолеть вот эти ступени. То есть пока этот проект описан достаточно схематично? Это не то, что схематично, это начало. Скажем так, это начало, потому как, я повторюсь, это такая крупная программа, которой в области раньше не было, которая именно сосредотачивалась на поддержке таких детей. Поэтому будем надеяться, что это начало, и потом, когда в дальнейшем программа будет развиваться, что в нее все-таки попадут и более дорогие, более нужные средства реабилитации, такие вот как подъемники, допустим. Ну а с вашей точки зрения, что еще нужно учесть? Вот вы указываете в статье, что правда Севера не раз писала о проблемах детей аутистов, наверняка вам, журналистам, газеты. Но эта проблема более-менее знакома изнутри. Как вы считаете, действительно охватывает потребности детей с инвалидностью эта программа? Или, может быть, вы бы, например, что-то посоветовали? Дети аутисты – это немножко отдельная тема, потому что не все тяжелые дети аутисты, и не все аутисты, скажем так, тяжелые дети. То есть если речь об аутистах, то на базе проноэкспериментального центра появится служба поддержки таких семей. Но вообще проблема детей аутистов, да, мы об этом писали много, но это действительно глобальная проблема. И насколько эта программа решит ее, я бы была осторожна в своих прогнозах, потому что, скажем так, есть родительская организация «Ангел», которая вот как раз занимается такими детьми. Очень активная. Да, очень активная организация, там родители, вкладывает ее «Любовь Хрин». Организация существует два года, и вот за это время, только благодаря, в общем-то, активности родителей, благодаря тому, что они, в общем-то, говорят об этом, стучат во все двери, об этой проблеме стали узнавать. Основная проблема в том, что детям с аутизмом до сих пор трудно поставить диагноз, а раз трудно поставить диагноз, то и трудно предложить какую-то программу реабилитации. Поэтому, если будут помогать с установкой диагноза… А это предполагается теоретически пока? Я надеюсь, я надеюсь. Потому что сейчас вот, по данным той же «Любовь Хрин», в Архангельске чуть больше 60 детей с аутизмом, а диагноз в Архангельске поставлен только девятерым, по-моему. Все остальные родители были вынуждены ехать в Москву, в Петербург, чтобы там ставить диагноз, потому что наши специалисты, очевидно, не совсем были подготовлены, чтобы поставить этот диагноз. Наталья, а что нужно будет сделать родителям, чтобы заявиться для участия в этой программе? Известна ли уже вот эта схема работы? Ну, я думаю, во-первых, родителям надо получить информацию об этой программе. То есть вот то, что даже мы рассказываем в газете, то, что мы рассказываем сейчас, то есть родители, по крайней мере, об этом узнают. И я думаю, что министерство все-таки проведет мониторинг тех же потребностей родителей, потому что если мы предлагаем помощь, то надо знать, кому помощь и в каком объеме она нужна. Поэтому, я думаю, будет что-то типа анкетирование родителей, возможно, проведено, какое-нибудь исследование. Ну, и надеюсь, что информацию можно будет получить в комплексных центрах социального обслуживания по месту жительства и в отделах соцзащиты. То есть родителям нужно следить за новостями? Следить за новостями, да, и быть самим активнее, потому что сейчас такое время, что... Ну, и заявлять о своих потребностях. Да, заявлять о своих потребностях, тем более, что самое такое главное, это что программа носит заявительный характер, как и вся социальная помощь. Если ты не заявишь о том, что тебе нужна помощь, тебе ее не окажут. Конечно, тут же опять же есть проблема в том, что родители тяжелых детей, которые не могут оторваться от своих детей, они не могут прийти и заявить. Но я надеюсь, что все-таки как-то их посчитают и к ним придут домой. Да, тем более, что есть масса средств связи, которые помогают людям, не выходя из дома, заявлять опять же о своих потребностях. Программа рассчитана на три года. А что будет с проектами, когда она закончится? Такой вопрос вы задаете в интервью с главным специалистом-экспертом отдела семейной политики Регионального министерства труда, занятости и социального развития. Какой ответ вы получили? Ну, конечно, чтобы сохранить интригу, хочется сказать, прочитайте нашу статью и получите ответ. Но если вкратце, то ответ, в общем-то, оптимистичный в том плане, что проекты будут продолжены. И это, в общем-то, переходный период. То есть вот эти вот три года, когда выделяются деньги. Деньги-то, в общем-то, немало выделяются. С фонда порядка 17 миллионов. Но надо понимать, что это программа при условии софинансирования. То есть 30% фонд, 70% Архангельская область. То есть за это время, в общем-то, хорошие деньги. И главное, чтобы все было впрок и все на пользу. Ну, будем надеяться, будем ждать результатов. Наталья, спасибо большое, что были с нами. Ждем вас вновь в этой студии. Читайте «Правду севера», смотрите газету на ТВ. Увидимся через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова